Всем привет, друзья! Наконец-таки вы дождались эти новые фишки, ребят. Я обещал, что сделаю после гайда на Морфа одни фишки, а далее мы пойдем на гайд ДС. Ребят, сегодня я пробегусь опять по заезженным темам, как биндить курьер и прочие всякие фишки, лайфхаки и, конечно же, будем разбирать наши любимые темы. Такие типа как, что багается, что не багается, ну, соответственно, будет очень интересно. Ребят, подписывайтесь на канал, будет жестко. Поехали! Что ж, друзья, первая фишка, которую я вам буду сегодня показывать, это уже просто заезженный вопрос, который меня просто достал в комментариях. Как биндить курьера? Господи, ребят, смотрите, знаете, что есть клавиша Ctrl. Вот это клавиша Ctrl, вот она, смотрите. Я вам ее показываю. Ребят, буду показывать неоднократно, походу, в каждых фишках, в каждых гайдах. Смотрите, это клавиша Ctrl. Для того, чтобы забиндить курьер или забиндить магазин или что-то другое, мы должны использовать Ctrl. Мы его нажимаем. И, что самое интересное, мы не можем забиндить на вот эти кнопки. Допустим, на Z и XC. Вот эти кнопки мы не можем забиндить. Мы можем забиндить только на единицу, на двойку, на тройку, на четверку, на пятерку, шестерку, семерку, девятку, восьмерку и ноль. И все. Никак вы по-другому не забиндите это дело, потому что это так в Варкрафте предусмотрено. И для того, чтобы забиндить, достаточно нажать Ctrl и нажать какую-то из вот этих вот цифр. И все. В принципе, больше ничего делать не нужно. В общем, посмотрите. Вот у нас есть курьер. Допустим, мы хотим забиндить курьера. Мы нажимаем Ctrl и нажимаем, допустим, тройку. Тройку. Ну, я всегда спамлю. Это привычка такая уже, не знаю, как сказать, профессиональная, что ли. И все. У нас курьер теперь на тройку. И мы можем теперь, нажимая тройку, вызывать постоянно курьера. Допустим, у нас вот есть вот Doom. Как забиндить Doom? Мы нажимаем Ctrl и биндим на какую кнопку хотим. Но у меня в дефолте стоит бинд, допустим, на единичку. И вот мы нажимаем 1, мы фиксируемся на Doom. Нажимаем тройку, фиксируемся на курьере. Все довольно-таки просто. Посмотрите, просто. Я могу переключаться этими биндами, все очень, ну, блин, я не знаю, как тут объяснить еще проще. Мы забиндили курьера, забиндили Doom. Нажимаем единицу, появляется Doom. Нажимаем тройку, появляется у нас курьер. Все просто. Вот просто запомните. Ctrl, вот эта кнопка, нажимаем Ctrl и, допустим, биндим вот эту лавку. Нажимаем 2. Теперь эта лавка у нас забинджена. И теперь мы можем быстро переключиться, допустим, на этот магазин. Все просто, ребят. Запомните, что есть вот такая хорошая кнопка. Вот она, я напоминаю, где она. Вот она, смотрите. Это называется Ctrl. А это называется сломанный капс. Но не обращайте внимания. Смотрите, это Ctrl. А это Shift. И для того, чтобы пользоваться Shift, ничего тоже особо делать не нужно. Смотрите. Берете героя, зажимаете Shift. И что будет происходить? Это идет последовательность действий героя. Что он будет делать после, допустим, вот этой галочки? И нажимаем, допустим, даггер вот сюда. Отпускаем Shift. И наш герой после определенной точки сделает, как мы ему указали, blink. В общем, смотрите. Отсюда сюда. Все просто. Так и работает Shift. Запоминайте эти фишки. В принципе, все. Поехали на следующие фишки. Следующее, что я вам хочу показать, ребят. Очень немаловажная тема. Отводим сразу курьеров. Отводим и ЦМку. Чтобы у нас ничего не купилось в курьеры. И, соответственно, в ЦМку. И покупаем курьера. Допустим, если у нас нет возможности дойти до базы. Вторая минута игры. И, к сожалению, у нас нет курьера. Потому что саппорта не доиграли. Мы можем купить курьера. И, видите, он у нас появляется здесь. Для того, чтобы его активировать, не обязательно идти на базу. Запоминайте. Не обязательно. Откройте через круг силы. Смотрите. Мы вкладываем курьера в круг силы. И здесь он становится кликабельным. К сожалению, бинды админы до сих пор починить здесь не могут. Айка Поник. Привет тебе, братан. Здарова. Не могут здесь починить бинды почему-то. Даже если я вот сюда переставлю. На четверку все равно не работает. Бинды здесь не работают. А раньше работали. И, в общем-то, смотрите. Мы спокойно можем здесь открыть курьера. Мы нажимаем одну кнопочку. И курьер здесь взлетает. Все довольно-таки просто. И можем спокойно пользоваться курьером. Ребят, запоминайте, что через круг силы можно открыть курьера. Поехали дальше. Тут, в принципе, все. Так, друзья. Следующая фишка, которую я вам покажу. Это довольно-таки заезженная уже фишка, которую знают, в принципе, многие. Но я, опять-таки, вам ее напомню. Напомню. Для того, чтобы заполнить боттл нашему тиммейту, нашему мидеру, мы можем просто, допустим, если мы тпшимся на мид, если мы роумер, мы можем ему зарядить боттл. Но если наш оппонент, к сожалению, который стоит на миде, этого не знает, то, к сожалению, вы ему никак не зарядите. Все довольно-таки просто. При вязании тп, мы сюда вот так вот делаем тп. Просто мидер выкладывает у нас боттл. В течение трех секунд мы можем ему зарядить вот этот боттл. Просто стоит его поднять. Также он может, в принципе, мидер просто его вам вложить. Допустим, если вы сделали тп. И если, допустим, вы не знали, что так можно сделать. А так можно сделать. И, соответственно, пополнить боттл нашему союзнику. Все довольно-таки просто. Также, ребят, я вам сейчас покажу, как мазать союзника. Потому что многие не понимают, как это делать. Ребят, также это работает и в другую сторону. После тпшки мы можем промазать своего союзника на халявные заряды. Вот, в течение двух секунд мы спокойно промазали. Видели? Два раза мы спокойно промазали. То есть это вот такая вот тема, фишка. Я не знаю, называйте как хотите. Но это реально работает. Это сто раз уже все показали. Но я вам напоминаю, что это работает. А теперь я вам покажу, как же намазать союзника, не передавая боттл. Поехали! Итак, друзья, возвращаемся к тому, как же мазать боттлом союзника. Все довольно-таки просто. Это все делается через контрол. Опять-таки, да, контрол нам служит для того, чтобы забиндить кого-то. Запомнили? Да, уже вот нажимаем контрол 1, 2, 3, 4, 5. Можем кого-то забиндить. И также контрол нам служит для того, чтобы мы смогли намазать нашего союзника боттлом. Все довольно-таки просто. Смотрите, я вам покажу. Вот, мы тпхнулись на центральную линию. Мы зажимаем контрол. Нажимаем на боттл. И мы можем указать на союзника. И все. В принципе, это все. Блин, я не знаю вообще. Ну, это так глупо это показывать. Но вам это будет полезно, тем, кто этого не знает. Это также можно делать через бинд. Допустим, боттл у меня на четвертой кнопочке. То есть, соответственно, я нажал. Все, боттл у меня сработал. Теперь, как же нам это все соединить с биндом и с помазанием боттла? Смотрите, нажимаем контрол, нажимаем 4. У нас загорается кнопочка боттла. При этом, я контрол не знаю. Я по привычке всегда держу. Потому что, я не знаю, я не привык отпускать его. То есть, ну, разницы нет. Вы можете сразу отпустить. И, соответственно, нажимаем на персонажа. И персонаж у нас мажется. Это все просто. Запоминайте. Контрол, допустим, бинд. Бинд. Давайте на Йо переставим. У меня вот этот бинд следующий. Это Йо. Контрол, Йо. И берем, мажем союзника. Все. Все просто. И не надо передавать боттл. Это просто здесь не нужно. Тут сделана механика. На этой карте такая по боттлу. Что можно просто указывать на союзника. Все довольно-таки просто. Также хочу вам показать еще одну фишку. Как можно брать. Боттл тут берется. Как можно брать, да, вот, допустим, руну. Боттл тут можно брать в боттл. Можно брать не по нажатию. Допустим, бинд боттла. Допустим, у меня бинд на Йо. Бинд боттла. И брать руну. Можно брать просто райт-кликом. Многие этого не знали. Реально, вот, ребята, согласитесь. Многие этого не знали. Можно брать просто райт-кликом. И все. Не бойтесь, что у вас будут какие-то проблемы с тем, что вы, допустим, возьмете руну. И такие, вот, блин. Блин, сейчас руну взял. И, блин, капец там. Короче, не получилось что-то. И касаемо полного ботла, тут тоже есть такие нюансы. Можно сейчас взять монетку и, соответственно, райт-кликом она у нас просто возьмется. А можно сделать вот так, допустим, смотрите. Когда у нас ботл полный, его можно не юзать, если у вас, допустим, хитпоинты полные. Но если рядом какой-то тиммит low HP, соответственно, мы можем его промазать. Иллюзии мы промазать не можем, почему-то не понимаю. Вот, и как бы нажимаем Ctrl, там, да, все дела. И, допустим, если у нас ботл вот так вот на двоечку, как бы, еще есть, можно использовать, не обязательно его тупо вязать. Можем также взять райт-кликом, и ботл у нас опять заполниться. На 83-й карте, к сожалению, нужно полностью проязать, чтобы была возможность клика. И это, в принципе, все. Поехали на другие фишки. Первое, что мы, типа, проверять будем, это, типа, ну, типа, прыжок под мой в агре. Ну, это, в принципе, easy. Просто за агреш меня, я упрыгну, и все, типа, да? Ну, типа, по стандарту. Агреш. Как-то не просто залетать, и я не просто за агре меняюсь. Я не могу прыгнуть. На 85-й карте нельзя прыгать в агре. В 83-й, по-моему, может. Тут отключают. Тут, кстати, даже отключают перекачку морфа агр, если что. Вот такая вот большая фишка. Поехали, следующее. Так, нейтралов заспамил. Давай, залази, короче, в крипа. Дальше, next, типа, будем пробовать. Иди, лезь, крипа в любого. Типа, я, по идее, не смогу его скушать, этого крипа, на самом деле. В какого ты, в большого залез? А я не могу им управлять, почему-то. Типа, я помню, по-моему, мы это уже тестили, что ты, типа, вылазишь просто, тупо, скрипа, и все. Подожди, 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 подожди. Дай, топ. Все, go next. Дальше пойдем с лотусами воевать. Так, друзья, сейчас мы будем тестить работу лотуса. Как он будет, Lotus, у нас работать По идее, он должен работать так же, как в D2 Мы будем пробовать зачаржить на Lotus Баратрума, и по идее, я должен тоже набежать На Бару, то есть, соответственно Мы должны вместе бежать друг на друга И я, если честно Не знаю, это такая трата времени Небольшая, получается, то есть мы будем Вынуждены затриггерить Энеми оппонента, чтобы он побежал На Баратрума, так это или нет Мы сейчас будем это проверять, ну что, ты готов зачаржить? I'm ready I'm ready, окей, давай, чаржи, я ничего не делаю Да, персонаж Срывается, и сразу Ты прикидываешь, ну типа, я вот убегаю Допустим, на лоу хп, вот я, смотри, убегаю В Lotus, и ты типа нажимаешь Чаржи, у меня персонаж сам разворачивается Типа, ну это реально прикольная механика Потому что это работает так же, как и в D2 Сейчас будем по Lotus конкретно работать И еще узнаем множество фишек Поехали Так, далее мы будем проверять, что у нас будет происходить С персонажем Конкретно с Doom Если Венга его свапнет под Lotus, по идее, они должны остаться на месте Ну я не знаю, честно, как это будет с Lotus работать Но сейчас мы это проверим Поехали Свапай Let's go Опа, на месте Да, на месте А ты видел? А все равно ее я... Да, да, все равно как бы немного на месте остался Ну-ка еще раз А все равно чуть-чуть, смотреть, съезжает с места Если честно, это прикольно А у меня персонаж немного двигается, вот свапни Смотри Ты свапаешь? Нет, я он... Я стою на точке Прикольно, то есть это ты получается Если, допустим, ты в туман войны должен успеть забежать, то есть ты кидаешь просто лотоса Он пытается тебя свапнуть, и ты все равно типа на убегаешь, но деревья рядом с собой рубишь Но это прикольная фишка, на самом деле То есть Lotus, вообще, ну он работает, как в D2 Опа, а ну давай еще раз, а ну давай еще раз Пожди, давай, проверь Let's go Давай, давай Ой, себе и мне Да, он же так работает, он же не отражает, он именно, ну как бы он отражает, но тебе тоже наносит Но это прикольно, если честно, тема с Lotus, это реально классно Ну да Так что Это имба Да О, я свапнул О, успел Слушай, а ты че, мы сейчас местами поменялись, подожди Да, я, стою Не, 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 мы не поменялись Местами не, не меняемся все равно Ну вот такая вот тема, ребят Теперь поедем к следующей теме Будем сейчас пробовать смотреть, как у нас будет это работать с Morph'ом Дагон, думаешь, будет отражать? А ну-ка, кастани Да, и в себя, и А ну еще раз Пожди-ка, Blade Blade И Blade Blade И Где в моей написать Ну вон у тебя понял Ну ладно Ладно Что, готов? Да, подожди секунду Go У Пока 7 Давай Прикольно Следую Следующее тестим Тестим Теперь я хочу узнать, что будет, если Morph попробует сделать репликейт персонажа, который находится в лотусе То есть, по идее, должна создаться реплика То есть, я должен создать уже реплику, а не Morph То есть, получится две реплики То есть, это реально будет так или нет Ты прокачал реплику? Да Поехали А я могу портануться, а я портануться к ней не могу, но она есть Она бьет просто Так, блин, так она и будет бить Да Да Причем неплохо Ну, типа, 50% Она не должна Так, по тебе так же будет, она 50% бьет Ну, что-то Это, это без предметов, считай Это просто новая иллюзия Без перекачки Я еще не перекачиваю Слушайте, ну это, это реально прикольно И она не исчезает, когда ты Главное, когда ты возвращаешься, то есть, это не считается, что, типа, это твоя какая-то, типа Это считается полноценно моя реплика Серьезно Слушай, а может, какие-то баги есть У тебя вкачанный способ? А, у тебя wave-форма, да? Вкачанная Этот wave Все вкачано Все вкачано Я понял Ну, это, если честно, прикольно тем, что реально это рабочая тема И, блин, я сейчас очень сильно удивлен, конечно, что это реально работает Но, видимо, это реально профитно Четко в Lotus можно получить, так сказать, вот эту тему Репликейт Реально, это прикольно Слушай, у меня вот еще одна тема возник, возник вопрос А что, если Рубик попытается украсть какой-то spell в Lotus? А-а-а, что он украдет? А давай сейчас проверим Так, далее проверяем Что у нас будет, если Рубик попытается украсть, ну, допустим, давайте Scorched Earth Попробуем украсть через Lotus, ты готов красть? Давай-давай Давай-давай Кидай Lotus Ничего не происходит, да? Попробуем Да, вообще ничего не происходит То есть, на это это не работает Но это на самом деле такое, потому что ведь это тоже направлено, ультимейт Рубика это тоже направленная способность Правильно? То есть, допустим, ты сейчас болт, телекинез сделай на меня Типа, ты сейчас тоже поднимешься Пикол Типа, да, но, а получается ультимейт не работает, ульта аморфа работает, а ульта Рубика не работает А ну еще раз накинь Давай Scorched Earth, все Покойненько, да Да, и все Ну, если честно, такая какая-то непонятка Но вот мне дальше интересно, что будет, если мы сейчас возьмем джаггера и попробуем в Lotus ультануть Вот серьезно, как это будет работать? Поехали, посмотрим Ну что, следующее, что мы тестим В Lotus попробуем зарядить Omni Slash от нашего Юрнера и посмотрим, что у нас будет происходить По идее, по идее, это должно работать так же, как в D2 Начнется вот эта вот драка, типа, знаете, ну во мне слэшах То есть я, по идее, на думе, уйду во мне слэш и джагга будет во мне слэши Но я поставлю здесь союзного акса, чтобы, если что, можно, мог джагга у нас, так сказать, перейти Слушай, подведи, подведи сюда тоже морфа, я хочу посмотреть, но это будет тупо Но это должно работать в любом случае Или Рубика, да, без разницы Чисто рядом два персонажа поставим Хорошо И чё, ты готов? Да Накинул Lotus А, нет, ты А тут не работает Прикол А тут не работает А я, если честно, думал, что будет работать Я тоже Ну блин, а в D2 это классно работает Ну-ка, давай ещё раз Готов? Да Накидываю Лол, а сейчас работает А почему? А почему? Подожди 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 Это чё? А ну-ка ещё раз Работали? Они ты меня пишут Я тебе, я вам не слышу Подведи Рубина Убью И убью ли я его В D2 А подожди, а почему у нас первый Я посмотрю на реплей Почему у нас первый раз не работала Ну-ка, кидаю лотуса Само бью Сотри, бьёт Бьёт Рубика Слушай, это реально работает Ну блин, мне Акса Респаун Если я его подзарунил Если ты чё? Если ты оденешь нормальные слоты, ты будешь вообще раздавать дешено Всё, я готов Поехал Картапнул бы, атак спит Там же атак спит Атак спит Атак спит Ну блин, там типа Не котируется А чё? У меня сплэш Скажешь Подожди Тебе даггер Тебе даггер не нужен Еще Помолнии Собери Хватит Хватит Подожди Поехали Касты Касты Пофиг Руби Руби Руби, да Атак не мало Конечно не хватает Пострадали Но тут Я ещё на тебя-то трачу тычки Понимаешь Мы с тобой-то крутимся Я-то на тебя тычки-то О Слушай А Мом Включи Включаю Лотус на себя кидаешь Мом нажимаешь И я тебе ультую То есть я тебя папой ультом И ты начинаешь пегачить с момом по всех Типа такое Понял, да? Типа Поехали Смотри Видно дэмэдж В разы больше дэмэдж Ну типа да Это Типа Убил 4000 кп почти Типа реально прикольная тема Рабочая В общем Ну-ка Подойди сюда Поближе Подойди сюда Поближе Сейчас мы На приколюху Сейчас Подожди Подожди Больно Кастанешь сейчас? Кастуй Ульту Бить некого Неуязвимые Понял Оба неуязвимые Типа Ну Не дерутся Но это реально прикольно Кстати Это реально работает как в D2 Это работает как в D2 Блин Это классно Честно А ну-ка Ультбаратрума Бахни на меня Что будет? Давай Вкачай Ну я готов Давай давай Готов? Ну-ка А подожди А ничего Ты видел? Во-первых он очень долго кастовал Во-вторых мы Вот я за твою спину А ты за мою Ну-ка еще раз Ты меня продамагала и тебя Ну за хрень Да я вообще не понимаю Подожди А че он так первый раз долг А ты ауру наверно сначала включил Потом ультанул Да? Да Ну-ка нажми ульт Прикольно Блин Своеобразная механика То есть у него реально интересно Такие вот ну Механики ультимейтов направленных Как они все это будут Ну это мы протестили с джаггером Это работает прикольно Гоу дейкст Типа ну как Насколько как пинет вообще Че 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 Ванная Какой пинок Я даже не знаю На С кик Ну я типа готов Как делаем Готов? Ну кидай раптуру Подхожу пинаю тебя Да? Да На сикера вешается И пинок И тебя тоже Да Тебя тоже отопнуло Нормально Ну подожди-ка Блин Да Прикольно выглядит Ну-ка еще раз пони меня Ну-ка еще раз пони меня Далеко очень Да Да Че Так Прикольная тема А ну-ка Расставься нормально Так Но это в принципе да Так 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 Вот этот пацан загулял И ты что Не надо меня форсовать Но тебе на тебе ему подключился такой пацана давай теперь проверим одну из таких фишек которую я давно хочу затестить а именно можно ли с ульта леорика вернуть к жизни с помощью вивера я хочу под ультом когда сработает у меня агоним можешь ли ты вернуть что-то время как подкать или сразу тебя назад но когда я стану уже мертвым по факту тогда ты уже будешь ближе твои секунды да нет не близится к смерти когда у меня уже агоним сработает а сразу да сейчас попробуем когда у меня будет толку п когда уже буду умирать соответственно попробуем вернуть вивером что у нас будет происходить с леориком сейчас просто ну вот реально сейчас я умираю вот попробую вернуть можно жагу возвращает как бы возвращает но а смысла от этого за возвращение нету поэтому я тебе можно было бы вернуть когда у тебя заканчивается иллюзия под конец да нет не в этом смысл тут вопрос вопрос стоит так можно ли каким-то образом с ультимейта леорика вернуть кого-то их жизни я пробовал это делать фениксом с феникса просто выпадает персонаж с вивером вот с вивером был вопрос вивер тоже не может а можно узнать почему рошан фуловый стал когда вернулся ярия написала ну а все ну в общем этот не работает так я не знаю сможем можно ли вообще как-то но за дебафить ультсикера не знаю я взял самый сильный очищение это пресс-атак и в одной из таких тоже сильнейших очищение это диффуз накинь на да зла мы попробуем часто всю тему провернуть дозу побежал да допустим диффузой диффуза нет диффуза и за диффуза даже эффектах никакой не дает пресс-атак также ничего не дает но дают регена нельзя в общем скинуть видимо слишком сильный баф какой-то получается а даже если в четверку ну-ка попробую еще раз блин как у мира не не снимает но это вообще вообще raptura это же вообще другой тип дэмэджа типа это не дать не magic не физикал это такой какой-то убывал расхит-пойнтов есть и все да он есть и по его скорее всего нельзя очистить знаешь что хочу теперь проверить ульт аппарата можно ли снять вторым но по идее нельзя потому что ульт аппарата это тоже 85 карте очень сильный скилл который реально ничем уже не очищается не бкб шка не улом и манты соответственно давай пикнешь ой понимаю давай пикнешь аппарат и поехали почекаем так далее мы взяли аппарат теперь попробуем с аппаратом сделать то же самое попробуем сначала скинуть диффузой потом потом попробуем сбросить мантой да но манты не сбрасывается это я знаю потому что 85 это сделали так давай закидываем не айс бласт и готов да я готов сначала сначала проверяем пресс-атакой пресс-атак пресс-атак тоже не сбивает пофиксили хорошо диффуза также не сбивает она еще раз закидывает диффуза не сбивает что не делай вот я просто уже сколько диффуза сидиман то манты под манты я также бегаю в общем ну бкб бкб будет оставлять статус то есть когда бкб закончится будет эффект допустим кидай кидай вот я нажимаю бкб то есть соответственно у нас остается статус и все я стал маленьким обратный то есть и дальше меня начинает опять дамажить ультимейт блин что еще у нас у нас еще абадон имеет щит который тоже должен сбрасывать на 83 это все сбрасывает на 85 эта механика тут уже совсем перейдем давай попробуем заспаунить абадона и посмотреть что у нас поменяется так ты готов и мы заспаунили мы тут в общем абадончик а попробуем сейчас снять ульт аппарату на 83 из это все снимается это все знают закидывает у нас сто процентов уверен закидываю в лего в лего надо было ну ладно в принципе нет разницы но все равно не снимает то есть дэмэдж не проходит то есть дэмэдж впитывается в щит но по окончании щита соответственно мы продолжаем получать урон то есть ульт аппарата никак не дебафится вот тут на самом деле уже такой вопрос то есть что может задебафить именно ну помочь задебафить ульт аппарата видимо ничего на 85 карте уф в общем ребят такого нас видео сегодня получилось надеюсь вам понравились какие-то вот такие вот небольшие фишки которые мы обозревали самая топовая фишка мне кажется будет с лотосом и джаггером поэтому ребят напишите свое мнение обязательно в комментариях и соответственно соответственно ждите новые выпушки выпуски пишите чтобы вы хотели увидеть и самое интересное самое интересное я выбираю и вставляю именно в выпуске и надеюсь на вашу поддержку 5 лайк обязательно и кто не подписан обязательно подписывайтесь на канал и будете в теме будете в теме фишки по 8 5 карте начинаю этого видоса ты на хрена меня слил я убил тебя дэблкил сделал и сделал сейчас движение свой год знаешь такой бог всем до скорой ребят и хотим спасибо за просмотр и тогда следующее что я хочу проверить это сломается ли дота видел недавно во второй доте но не недавно мне просто кидали жгом недели три назад такую тему что можно как-то багнуть игру вообще пристами это просто заспаунил я брестов много и соответственно хочу посмотреть что будет происходить когда гости начнут с память третьим и вторым спеллом я не знаю к чему это приведет возможность сейчас просто сломается дота но я хочу на это посмотреть реально вот просто дали минус армор не знаю правильно ли сделал то есть там минус армор чтобы была возможность и побольше продамаживаться 2 соответственно хочу посмотреть что произойдет аганимы есть у нас у лериков знаете что делает аганим на 7 секунд делает так сказать персонажей еще живыми то есть соответственно эти персонажи будут еще жить 7 секунд после как бы смерти по факту и соответственно что же я чего я хочу добиться вообще принципе вот этим тестом то просто это не будет фишкой это просто будет какой-то бонус не знаю мне очень интересно посмотреть на это я думал вам тоже что сейчас будет происходить все мы знаем что с третьего спела вылетает также у нас 2 спелл если мы 230 демиже инкамен то соответственно вылетает бонусный 2 соответственно я сейчас попробую проезжать чтобы у нас у всех у них сработал этот демашь и соответственно он сработает на вот этих персонажей и на эти и от этих персонажей сработает опять в обратку на этих и это начнется просто сноубол такой я не знаю что сейчас будет происходить возможно просто сейчас ломаю доту но я хочу на это посмотреть. Но, боже, просто все мгновенно сдохли, я не знаю. Это жестко. Но дота не сломалась, но зато это красиво, я не знаю. А второй доте, кстати, там начинается просто вот это, тут видите, тут почему-то оно не срабатывает постоянно, оно должно постоянно так срабатывать. А второй доте там просто вылетало, просто все ломалось. Но не знаю, вот такая тема, зато красиво сдохли. За это будет бонусом. Поехали далее.